Дай почитать. Еврейским юношей Ларри Зейгером. Кинг – псевдоним, прославивший его. Я прочитала десятые издания его книги «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно». Безусловно, Ларри Кинг – мастер разговорного жанра, как говорили в 20 веке, умеющий приятно поболтать. Вот он и рассказывает о том, как учился этому мастерству. Ведь это только на первый взгляд кажется, что так просто работать на радио или телевидении, что для этого достаточно иметь так называемый хорошо подвешенный язык. Это досадное заблуждение. Нужен упорный труд, настойчивость, талант и мудрость. Это чисто американская книга. И это не оценочное суждение. Книга написана с подкупающей честностью, обаятельным прямодушием, несколько надоедающими повторами и навязчивыми морализаторскими сентенциями. Ценность книги в том, что Ларри Кинг имеет успешный и огромный опыт, в котором невозможно усомниться и которому грешно не прислушаться. К сожалению, все примеры из истории США и связаны с американскими знаменитостями. Правила, изложенные в книге, на первый взгляд банальны и просты. Но не будем забывать, в какое время мы живем, и что совсем не помешает еще раз убедиться в правоте истин, пусть и прописных. Эта книга нужна тем, кто подзабыл правила риторики. А учебник риторики кажется тягучим и толстым. Также для тех, кто испытывает небольшие проблемы с общением, и для тех, у кого профессия связана с общением. Но не стоит ждать от книги многого. Не научит Ларри Кинг ни формулировать свои мысли, ни быть доступным и корректным. Знаете, какой он дает совет тому, кто хочет избавиться от поднадоевшего, назойливого собеседника, выйти в туалет и не вернуться к нему. Также Ларри Кинг не научит никаким творческим ходам. Он с юмором, весело, искренне рассказывает о себе, о детстве, взрослении, о своей судьбе журналиста, о своих профессиональных находках и уловках. Его самая актуальная фраза «чем больше говорить, тем лучше». То есть практика, практика, еще раз практика. Он убеждает, что нужно уважать собеседника, уважать свое и его мнение, пополнять словарный запас, быть честным, искренним. Нужно интересоваться людьми, с которыми ведешь беседу. Ларри Кинг уверен, что каждая беседа – это возможность продвинуться вперед. Ведь если вы считаете себя плохим собеседником, знайте, вы можете стать хорошим собеседником. А если вы считаете себя хорошим собеседником, помните, вы можете стать еще лучшим собеседником. Так что, дорогие слушатели, учимся вместе с Ларри Кингом, как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. До новых встреч!